всем привет на моем канале я надел свитер потому что жутко холодно на улице в минус 30 но нет худой без добра потому что это самое лучшее время чтобы заняться заготовкой пельменей и сейчас я вам покажу как приготовить вкусные домашние пельмени по моему фирменному рецепту пельмени это дело коллективное поэтому я пригласил свою племянницу чтобы мне помочь варя иди сюда это моя племянница варя и она мне будет помогать у нее очень большой опыт производства пельменей потому что мы очень часто готовим и любим их есть так приступим ты займешься фаршем а я покажу как делать правильное тесто для фарша мы взяли полкило постной говядины полкило жирной свиной грудинки две большие луковицы и наш секретный ингредиент сырокопченый бекон и еще нам понадобится ледяная вода ну и конечно же соль и перец вы можете делать фарш из чего угодно но пойдете идеальные пельмени получится именно жирной свинины с говядиной в идеале было бы добавить фарш воду со льдом но у нас не оказалось льда зато у нас очень много снега и мы решили этим воспользоваться так ну что у нас получилось идеально почему я должен делать за тебя грязную работу фарш нам нужно очень холодная поэтому ты убираешь его в холодильник сразу окей шеф и не окей шеф а да шеф да шеф для теста нам понадобится пшеничная мука яйца растительное масло холодная вода и соль добавлю миску немного воды соль сюда же яйца муку нам нужно обязательно просеять так теперь оставляю насадку крюк делаю небольшое углубление вливаем чуть-чуть смеси и на маленьких оборотах будем замешивать постепенно добавляю воду с яйцами и растительное масло это тесто лучше замешивать минут десять накрываем тесто пищевой пленкой убираем в холодильник минимум на час миску чтобы не заветривалось под толщина отличная где-то 2 миллиметра я вообще не люблю тонкие пельмени ты любишь тонкие или ты любишь все-таки с толстым тестом я люблю с толстым вот это будет с толстым как раз вес фарша и вес теста в каждом пельмене должны быть одинаковые мы взвешивать не будем но стараемся сделать на глаз знаешь что самое главное применит что миш герметичность если пельмень не герметичный это уже не пельмень при нажатии с зубом на пельмень из него должен брызнуть сок если сок не вырызнет из пельмени то мы просто зря старались пойдем варить я вам расскажу один маленький секрет закидываем наш замороженный концентрированный бульон как его приготовить переходите по ссылке солить я не буду потому что бульон у нас уже соленый твой прадед и мой дедушка родом из сибири он никогда не умел готовить единственное что он умел делать это соус для пельменей довольно странный соус эта смесь горчицы уксуса соли сахара и перца вот смотри они идеально сварились и ни один не разварился потому что мы сделали с тобой очень правильное тесто подольем нашего ароматного бульончика ты любишь пельмени с бульоном да очень растопленное масло с удовольствием сметанку попробуй дедушкин соус точнее прадедушкин соус попробуем он очень специфический но что-то в нем есть пикантный да самая лучшая еда для таких морозов легкая полезная низкокалорийная можно есть даже на ночь можно есть на ночь можно есть утром можно есть днем можно стать ночью есть пельмени лучшая диета поверьте ну что вы за пельмень за пельмень за пельмень за пельмень приятного всего аппетита за пельмень вкусные пельмени вкусные пельмени